Продолжение следует... Извиняюсь, такое бывает. Вот сейчас должно быть слышно. Напишите, пожалуйста, видно или слышно. У нас будет небольшая задержка, то есть я вас что-то спрашиваю, и примерно секунд через 15-20 вы меня слышите, отвечаете. Короче, буду... у меня трансляция не ведется. Почему? Почему? Давайте, друзья, напишите, у кого все окей, со звуком, с видео. Ага, супер, спасибо. Также хочу отметить, что у некоторых из вас, в силу определенных причин, может там подвисать, подглючивать. В этом нет ничего страшного. Просто попробуйте зайти через другой браузер. Вот и все. Если в чате кто-то пишет, что у него слышно и видно, значит, с моей стороны все окей. Это с вашей стороны что-то там не так. Может, интернет не тянет. Я битрейт постарался уменьшить, чтобы у всех нормально было. Посмотрим. Ну окей, да, вижу, что у основной аудитории все видно, все слышно. Ну и отлично. О чем мне еще нужно? Меня зовут Максим. Очень приятно. У нас сегодня задача такая боевая, успеть примерно часа за полтора. Мы сделаем первый экран сайта. Я решил взять тему продажи цветов. Рандомно на самом деле сидел. Думаю, чтобы не заморачиваться, чтобы картинки быстрее найти. Пусть будут цветы. И визитку. Какую тему визитки? Давайте по ходу дела придумаем. Начнем с сайта. И теория будет в процессе. Сразу приступим к практике. Я, собственно, сейчас открою тогда фигму. Так, это я презу закрою вот так. Так, по поводу визитки хочу сразу... Давайте, ладно, давайте немножко познакомимся, а то я уже сразу так начал. Господи, мне вот неудобно будет переключаться. Я не слышу, я перезайду. Ну да, надо перезайти. Друзья, напишите, какой у вас опыт в дизайне и чего бы вы хотели. То есть вы вообще только знакомитесь с этой дисциплиной? Или вы уже работаете? Или просто смотрите какие-то обучалки в интернете и случайно зашли сюда? Вот, напишите, пару слов буквально. Я сегодня представляю Академию ТОП. У меня опыт в дизайне, ну, наверное, плюс-минус лет пять. Вот, я работал на себя на фрилансе. Я работал в небольшой фирме, как штатный дизайнер. Вот, на самом деле я много профессий сменил. Работал копирайтером. Мне это тоже пригодилось, когда я занимался дизайном. Я очень активно изучал последние лет десять психологию. И это тоже мне пригодилось в дизайне, потому что это вещи, которые пересекаются очень плотно. Вот. И достаточно долго я находился в поисках себя, поэтому пробовал все, что попадалось на пути. Я помню, как нашел бесплатный курс по фотошопу. Это было реально очень-очень давно. Вот. Изучал его. Было прям, ну, интересно. Я не планировал этим заниматься. Просто было интересно. О, что такое? Прикольно. Так, опыт ноль, знакомлюсь, нулевой общая, школьник. Так, нолик, сижу в телеграм-каналах, только обучалки ноль. Иногда смотрю обучали в интернете, хочу на веб-разработчика пойти. Отлично. Иногда смотрел обучалки. Хорошо. Опыт простой, но не слишком сложный. Интересный ответ. Сейчас учусь в IT-топ. Прикольно, Данил, круто. Как ощущения? У меня большой опыт в фигме. Фигме, ну, фигме я понял. Отлично, Егор, тогда будешь подсказывать, потому что я на самом деле последнее, ну, не знаю, короче, достаточно долгое время я отошел от дизайна и занимался другими вещами. Сейчас как бы возвращаюсь потихоньку. Ищу профессию Елизавета. Побольше всего пробуй. Вот прям, что первое под руку попадется, пробуй интуитивно. Только знакомлюсь, после перезагрузки, опять виснет. Ну, у кого виснет, друзья, в записи будет, не переживайте. Ну, лучше сейчас смотрите, задавайте вопросы. Ладно, хорошо, погнали. Давайте начнем. Что у меня там видно, фигму? Ага. Итак, для начала, что вам понадобится? Скачать фигму. Собственно, если вы хотите заниматься веб-дизайном, нужен более-менее нормальный комп. Это может быть, например, Lenovo Gaming 3, ноут игровой. Главное, чтобы была нормальная видюха. Там, этот, Nvidia 1060 Ti, вот что-то типа такого. Нормальный процессор, там, 4 ядра, Intel Core i3 хотя бы, или там, AMD 10. Вот, ну, ориентируйтесь на игровые модели. Если вы этим хотите плотничком заниматься, то с плохим компом откроете, там, какой-нибудь иллюстратор, фигму, еще что-нибудь на фоне. И будет все виснуть. А если изображения большие будут, там, куча-куча макетов, ой, это вообще беда. Никакого удовольствия не получите. Поэтому, ну, начать-то можно с чего угодно, хоть на телефоне. Хотя там фигма не работает на телефоне. Но лучше, все-таки, сразу оборудование купить. Дальше. По поводу визиток. Чтобы делать визитки, надо работать в цветовом пространстве СМИК. Его, к сожалению, в фигме пока еще нет. Если есть, вы мне скажите, но я что-то не нашел такой информации. Поэтому, единственное, что мы можем сделать, это макет сделать в фигме. Потом его сохранить в PDF-ку и через конвертор переделать, как бы, в СМИК. Вот. Но при этом теряется какое-то качество, конечно же. Если вы, там, этим профессионально будете заниматься, то, конечно, этот вариант не подходит. Лучше делать в иллюстраторе сразу. А если для себя, там, быстренько что-то сделать или какой-нибудь проект дешевенький, тогда, конечно, можно в фигме. Но в основном фигме, конечно, делают, это веб-дизайн. То есть, это сайты и все, что с этим связано. А фигма, она не предназначена для создания, там, каких-то визиток, вот этих постеров и так далее. Ладно. Давайте тогда начнем с сайта. И первое, что мы начнем... Я тут набросал себе всякое-всящее, не обращайте внимания. Давайте будем делать все заново. С чего мы начинаем? Ну, во-первых, конечно же, мы создаем проект. Мы нажимаем плюсик, там, дизайн файл. А фигжем файл здесь хорошо заниматься проектированием. Вообще, если быстренько пробежаться, с чего начинается весь дизайн, если у меня тут где-то есть, я прям пару слов скажу. То это анализ, конечно же. То есть, вы когда берете проект, например, на фрилансе, а у вас всего два варианта. Вы либо работаете в компании штатным дизайнером, или на фрилансе, ну, или в студии дизайна. Вот, вы анализируете, что вообще за продукт, чем занимаются, что продают, там, из чего он состоит, кто покупатель. Если проект бюджетный, вы это пропускаете, вам это нафиг не надо, если вам 10 тысяч платят. Ну, зачем вам тратить время? Дальше, вы делаете прототип, это чертеж сайта, да, то есть, вы просто набрасываете, где какие блоки будут, где какие смыслы. Вот, там еще дизайна нет, это просто прототип, чертеж. И потом уже занимаетесь дизайном. Вот, это уже третий, это очень обрезанно, это очень емко, коротко, но у нас времени мало, поэтому мы будем быстренько это все пробегать. Из чего состоит анализ, ну, я не знаю, сейчас мы это все по ходу дела будем разбирать. Короче, создали фигми проект, да, то есть, нажали вот эту синюю фигнюшку, у нас открылось новое окно, такое вот большое. Здесь мы создаем фрейм, нажимаем английскую F, или вот сверху, слева выбираем вот этот вот фрейм. И, зажав левую кнопку мыши, произвольно создаем фрейм, ему задаем значение, размер, то есть, ну, в данном случае можем взять 1920 на 1080. Стандартный экран Full HD, то есть, вот так у нас будет выглядеть первый экран нашего сайта. Не всегда делают Full HD, можно взять 1600, допустим, сделать так. Главное, чтобы не меньше 1200, потому что самый маленький экран, он у нас 1200 пикселей по ширине, и вся информация должна умещаться вот в этот диапазон, чтобы это все контролировать. Ну, давайте я все-таки оставлю 1920, чаще всего будете этот размер использовать, а может и нет, не знаю. Вот, и нам нужна модульная сетка, то есть, после того, как мы создали фрейм, то есть, окно, где мы будем рисовать наш дизайн, мы создаем модульную сетку. Что это такое? Есть прекрасное приложение, которое называется Plugin для Tilde. То есть, скорее всего, вы макет сделаете здесь, если вам нужен какой-нибудь ленд обычный, вы его будете делать в Tilde. Ну, чаще всего это самое... Tilde это, короче, сайт, на котором вы делаете сайты. Вот, там уже все, будьте его запускать, чтобы он появился в интернете. Тут вы просто набрасываете ваш дизайн макет. Короче, здесь есть плагин, Grid for Tilde Publishing. Как скачивать плагины? Вы нажимаете правой кнопкой мыши на пустое место. Кстати, будет круто, если вы попробуете вместе со мной это все делать, повторять. Вопросы пишите, я потом буду переключаться, читать. Сейчас просто не вижу, второй экран не стал включать. Главное, чтобы было слышно и все работало. Нажали правой кнопкой мыши, идем в плагин, нажимаем Find More Plugins. Find More Plugins, короче, с английским так себе. И выбираем, пишем название плагина, то есть Grid, вот он сразу появляется. Grid for Tilde Publishing. Нажимаем Run, запускаем его, и у вас вот здесь, обязательно кликаем на наш фрейм, чтобы он выделился, и нажимаем Layout Grid, и у нас здесь появляется, вот если менюшку этот бургер открываем, варианты, самые распространенные. Нам нужен вот этот 1200 максимум. Кликаем на него, вот у нас такая модульная сетка появляется. Это для Tilde, и не надо заморачиваться. То есть у нас весь основной контент должен поместиться вот в этом диапазоне. Все, что выходит за края, это уже не так важно, второстепенно, но тоже учитываем. Так, что у нас там? Да, я просто это читаю, этот чат периодически отвлекаюсь. Модульная сетка может состоять из разного количества колонок. Новикам обычно советуют делать 12 колонок, их может быть вообще 3 или 6. От чего это зависит? То есть зависит от того, сколько у вас будет информации. Если у вас там много блоков информации, допустим, куча товаров, которые вы хотите разместить, то, конечно, 12 колоночный подойдет лучше всего. Если у вас такой сайт размашистый, там, допустим, тут один такой большой блок, тут какой-нибудь поменьше, вам и колонок столько много не нужно. Можете поменьше делать. Короче, это долгая тема, это целая лекция, как выбрать модульную сетку. Кто-то вообще без нее начинает, просто направляющим. То есть вы берете, создаете направляющую, как в фотошопе, да, как и вот у вас есть линейка, вот, и вы так зажимаете левую кнопку мыши, хоп, и вытягиваете направляющую. Кто-то их использует. Вот, а можно и то, и то, и без масла. Так что смотрите сами. Ну, пока оставим эту сетку, может она и не пригодится. Так, смотрим. Да, я в чат вернулся. Большой опыт в фотошопе, обучался Тильде. Круто. Обучалась Тильде Венера. Так, преподаватели лучше, очень нравится тут учиться. Данил. Ага, это про обучение в Академии ТОП. Круто. Я про обучение, кому будет интересно, какие есть варианты, расскажу в самом конце. А сейчас пока про это не будем. Я не могу нормально слышать, моему компу 21 год. Слышать. У меня зависает. Так, ну, надо комп менять. Егор, да господи, не заходите, не заходите через другой сайт. А, как бесит. У меня не грузит трансляцию, 1200 максимум, где поставить. Помогите, что, через другой браузер, помогите. Помогите Егору, напишите ему, куда чего зайти, я не совсем понял. Да, через другой браузер просто открывайте. 1200 максимум, где поставить. Еще раз. Макет мы создаем на стандартный Full HD экран. Сейчас у большинства Full HD экран. Ну, или там в среднем 1600. Я не помню, у маков какое разрешение. Напишите, кто помнит. Ширина экрана. Вот. Но у кого-то еще остались экраны маленькие, там, 1280 на 720. И если вы сделаете сайт, у вас, допустим, будет вот здесь вот текст какой-то, и он будет находиться вот в этой части, в углу. Человек зайдет на мониторе 1280 на 720, он этой надписи тупо не увидит. У него эта информация будет скрыта, потому что монитор маленький. Поэтому мы размещаем всю основную информацию в рамках самого маленького экрана. А здесь уже можно там... Ой, что это я сделал. Вот. Здесь уже можно там какие-то вот фон, вот это все пусть будет. Понятно? Вот с этим разобрались. Дальше. Ну, мы, конечно же, сейчас ничего не анализируем. Вот у нас задача сделать первый экран для сайта продажи цветов. Мы, конечно, можем пойти и посмотреть, что делают другие. Это и есть анализ. Ну, в любом случае, надо будет открыть. Давайте я сейчас сделаю трансляцию браузера. Это мы идем поэтапно. Вот мы открываем Google. Мы пишем, например, купить... Ага, по-английски. РЖД билеты, конечно. Цветы Москва. Допустим. Ну, возьмем крупный город. Мы открываем сразу несколько сайтов. Ну, мне в любом случае надо сейчас посмотреть, какие там нужны разделы. Вот. И смотрим. То есть, во-первых, мы анализируем. Что тут сразу давайте пробежимся. Как правило, это всегда логотип. Либо сверху по центру, либо слева сверху. Он, кстати, выполняет роль менюшки. То есть, мы кликаем и оказываемся на главном экране всегда. Дальше у нас всегда есть заголовок. Продающее предложение, как правило. Кнопочка какая-то, либо поиск, либо купить. Дополнительная информация. Ну, и потом идут товары. Ну, тут как онлайн-магазин. Вот. В принципе... Что-нибудь давайте другое посмотрим. Такой вариант. Опять же. Слева сверху логотип. Контактная информация. Корзинка справа сверху. Это стандартно. Да, пункты меню. Вот таким образом расположены. Ну, и, собственно, сами цветы. Вот. И очень удобный поиск. Повод. Вот. Я не знаю, правда, к чему он приведет. И мы мониторим. То есть, мы смотрим. Ага, что на рынке есть вообще в нашем городе? То есть, что бы не сделать там один в один, как у конкурентов. Помониторили, посмотрели. Ну, такие простенькие. Как бы обычные сайты. Ну, хотя бы такой сделать уже неплохо, да? То есть, кто-то и такой не может сделать. Поиск. Ну, вот. Вариант с поиском. Мне нравится. Как обычно еще делают. Вот вам что-то понравилось. Вы берете, нажимаете print screen. Можете эту часть заскринить. Ctrl-C. Идем в фигму. И просто ее рядышком себе скидываем. Вдохновляемся. То есть, мы ищем референсы. Это важная часть, когда вы работаете. Ну, чтобы было видно, что я сделал. Да, вот я рядом скопировал, вставил. Мы ищем референсы. То есть, мы смотрим работы других людей. Ищем те элементы, которые нам понравились. В этих сайтах. Ну, не обязательно весь сайт нравится. Вот мне какой-то элемент понравился. Я его раз себе и забираю. Не один в один. Сделаю что-то похожее. И таким образом мы вдохновляемся. Мы не делаем с нуля. Особенно, если вы новичок. Не надо ничего придумывать. Вы просто смотрите другие работы. И находите то, что вам нравится. И комбинируете. Собираете свою мозаику. И это логично. Вы же, когда начинаете учиться боксу, например. Вы не произвольничаете. Приходите в зал. Дай-ка я сам попробую всему научиться. И ломаете себе сразу эту костяшку. Кисть, запястье. Нет. Вы делаете то, что говорит тренер. Надо вот так, вот так, вот так. И здесь то же самое. Находите хорошие работы и повторяйте. Это этап сбора референсов. Идете на Behance, например. Смотрите тоже какие-то классные работы. Но мне вот здесь, честно, что-то как-то это. Все очень скудновато. Нет ни одного сайта, который меня прям вот вау. Вдохновил бы. Стабильные цветы. Какая задача? Не надо пытаться впихнуть на первый экран прям максимальное количество информации. Должно оставаться много свободного пространства. Минимализм до сих пор актуален. Не нужно перегружать. Хотя, если у вас онлайн-магазин, ну, может быть, это будет актуально. Чтобы ты сразу раз зашел и на первом же экране все выбрал. Так, высота букета. Ну, вот это мне нравится. Калькулятор букета. Прикольная тема. Ладно, давайте что-нибудь попробуем сделать. То есть, мы собираем референсы. Шаг номер один. Так, браузер раз. Закрыли. Фигма. Мы подбираем картинки. Если вы работаете с заказчиком, скорее всего, вам должны предоставить фотографии. То есть, вы пишете, дайте мне красивых, хороших фотографий. Он вам все это скидывает. И вы их используете. То есть, выбираете то, что подходит. В данном случае я использовал фотографии с фотостока Unsplash. Они там без авторских прав, что важно. Потому что, если вы с интернета скачаете какую-то корсинку красивую, она может оказаться с авторскими правами. И вам потом это предъявит. И придется заново все переделывать. Есть сервисы. Например, тут есть плагин. Тот же. Идем в Plugins. Find More Plugins. И пишем в поиске Unsplash. Пока его не закрыли. Вот. Пожалуйста, нажимаем. Run. Ну, там может install. Если у вас он не установлен, будет install. То есть, установить плагин. Здесь пишем то, что нам интересно. Ну, например, по-английски. Господи, я уже забыл сейчас секунду. Как там по-английски будет букет. Потому что просто цветы нам не нужны. Нам нужен именно букет. Мы продаем букеты. А английский у меня так себе. Как вы помните. Поэтому я иду в переводчик. Пишу букет. Букет. Вот. Все. Теперь нашел. И, собственно, все, что мы делаем, пишем. Ну, лучше по-английски. По-русски он не так хорошо ищет. Смотрим картинки, которые нам нравятся. И забираем себе. Что важно. Очень популярна, допустим, темная тема в картинках. В сайтах. А, ну давайте посмотрим. Я тут тоже референсы отобрал где-то. По-моему, да. Немножко анализа. Так. Open Link. Не там открывается. Черт возьми. Так, так, так. Open Link. Господи. Референсы очень важны. Все-таки надо было второй монитор подключить. Так удобнее было. Вот. Это тоже этап работы. А к чему я? К чему я это все говорил? Вылетело. Миша, давай заново. Короче. Использовать темные темы. Мне нравятся темные тона. Да, очень хорошо текст. Считается. Надо понимать особенность того продукта, который ты продаешь. Допустим, здесь йога. Да, это йога вроде. Пилатес йога, да. Используется фиолетовый. Такой мистический цвет. То есть, мы подбираем цвет не просто от балды, потому что нам нравится. Он должен выполнять определенные функции. Вообще, желательно, чтобы каждый элемент на первом экране, он был функционален. Не просто для красоты. Вот. Кнопка. Принцип контраста. Я вам сразу наваливаю по ходу дела, а вы быстренько обрабатываете информацию. Опять же, видим та же структура. Слева сверху менюшка. Flower. Ну, как правило, это логотип, и он же менюшка. Контактная информация. Либо по центру, либо справа. Заголовок. Он всегда больше, чем другая текстовая информация. Под заголовок. И какая-то дополнительная инфа. Принцип контраста. То есть, размер шрифтов должен очень сильно отличаться, чтобы был контраст. Если чуть-чуть поменьше сделать, уже смотреться будет так себе. И, что важно. Ну, сейчас мы это по ходу дела разберем. К чему я все это... Так, раз, переключились. Если мы продаем цветы, допустим, тут темная тема, она уже будет не так актуальна. Почему? Потому что, ну, мрачновато будет. Можно попробовать, конечно. Вот, допустим, такую фотографию мы используем на первый экран. Но видим, что, конечно, получается с темным цветом мрачновато. Потому что ты идешь за букетом, у тебя настроение приподнятое. Это какая-то нежность, это какая-то романтика. Здесь нужны более мягкие цвета. То есть, вы это тоже запоминаете. Продаете смартфоны, ну, скорее всего, там не будет каких-то супер праздничных цветов, наверное. Вот. Тоже какие-то такие спокойные, приглушенные, более официальные тона. Зависит от продукта. Если это еда, там уже можно какие-то яркие цвета вставлять. Вот. Ну, здесь черный, мне кажется, нет. Хотя поиграться можно было. Вот. Мне просто букет понравился. Что еще? Вот такие картинки пестрые тоже лучше не использовать, где много различных деталей. Вот. Потому что текст будет плохо читаться. Если мы сейчас что-то напишем здесь. Свадебные букеты. Ну, допустим. Что случилось? Я перетянул. У меня слой оказался ниже, чем картинка. Вот он, свадебный букет. Я его беру просто и тяну. А где он вообще? Сейчас, фрейм. У меня картинка не зашла, что ли? Да, все, понял. Вот. То есть у вас все ваши элементы должны помещаться в этот фрейм. Как понять? Вот у вас фрейм. Слева написано фрейм один. Можно их переименовывать. Мы сейчас это делать не будем. Нам некогда. И когда вы помещаете туда элементы, обязательно, чтобы они были внутри этого фрейма. Не забывайте за этим следить. Размещаем такую картинку. Вот у нас текст. Мы этот слой перемещаем повыше, зажав левой кнопкой мыши, чтобы его видно было. Размер. Сейчас мы пробежимся по менюшке. Сумбурно так все получается. Вот. То есть вы видите, да, если у нас картинка, она такая, наполнена разными деталями, а не монотонная, у нас текст будет теряться. Так делать, конечно же, нельзя. Либо вам придется затемнять эту картинку, как часто делают. То есть берем инструмент треугольник, прямоугольник, английская R, вот он слева сверху, видите. Меняем цвет, допустим, на черный. И можно либо поменять прозрачность, вот здесь вот, от 100% сделать, ну, 50%. Вот. И тогда уже текст будет читаться. Давайте посмотрим. В принципе, все как в фотошопе. Что у нас справа в менюшке? Давайте по ходу дела осваивать. Вы, когда написали текст, выбрали инструмент текст, вот эта вот буковка Т слева сверху. Выбираете шрифт, вот здесь, методом проб и ошибок. Здесь начертание, либо тоненький, либо толстый, болт, семиболт и так далее. В данном случае оставим регуляр. Размер шрифта 50. Ну, если это заголовок, наверное, тут вообще можно делать где-то под сотню. Там 60, 80, 100, чтобы крупный был текст. Дальше. Что тут еще у нас в менюшке? Здесь, здесь, здесь. Ну, это, наверное, сейчас нет смысла объяснять. Что еще может пригодиться? Выравнивание. Да, то есть выравнивание по фрейму, по левой стороне, по центру. Это может пригодиться. А еще, еще, еще. Так, строка, эффекты. Но это пока трогать не будем. Экспорт. Этого достаточно. Короче. Все. Мы подложку сделали. Вот это затемнение. Уже текст читается. Ну, в принципе, вот в таком варианте можно оставить. И уже дальше набрасывать другие элементы. Но я хотел попробовать по-другому. Давайте тогда сделаем вот так. Я скопирую, скопирую этот фрейм и попробуем иначе. Что я сделал? Зажал клавишу Alt, Shift, чтобы по одной линии скользило. И левой кнопкой мыши потянул вправо. Так. Такой вариант мне не нравится. Отлично вообще. Все удалил. Я хочу что-то более нежное, что-то более спокойное. Поэтому, я считаю, мне больше подойдет вот, допустим, такая картинка. Я тут накидал разных букетов. Подбор картинки, как и подбор шрифта, может у вас занять, если вам не предоставили эти фотографии, ну, реально много времени. То есть, пока вы подберете вот что-то подходящее, потому что хорошая картинка, ну, это, извините, многого стоит. Так же, как хороший шрифт. Он иногда вообще может ключевую роль сыграть. Вот просто нашли крутой шрифт и все, дело в шляпе. Модульная сетка, чтобы она не мешалась, мы можем клавишами шифт плюс G. Вообще, команд плюс G у всех. У меня почему-то шифт плюс G, да? Или у вас тоже. Попробуйте, у кого открыта фигма. Я могу потом ссылочку скинуть, в принципе, вот на этот проект. А, кстати, я не сказал. Друзья, тем, кто досмотрит до конца, я скину ссылку на полезные материалы. Там сайты, на которых можно посмотреть работы других людей, ролики, где тоже что посмотреть, какие-то расширения, что можно почитать, где какие статьи, бесплатный курс, там, истории искусств, где изображения смотреть, на каких фотостоков. Это файлик, как его, в гугле, гугл документы. Вот, так что смотрите до конца, замануха вам такая. Так, реально, специально для таких целей. Ну-ка, ну-ка, что такое? Все к соединениям, а трансляция не грузится. Сейчас проверю. У меня все идет. То есть, я смотрю сигнал, сигнал стабильный. Дальше. Как сетку выбрать? Как сетку выбрать? Сейчас покажу еще раз. С 1200 разобралась. Не грузит, плюсует, что с интернетом. Можно сменить устройство. Да, звук есть. У меня интернет хороший, за три полоски что не так. На три полоски что не так. Звука нет, изображения нет. То же самое. Дело не только в полосках, но и в провайдере и качестве. Так, угу. Ну, возможно. А кто я один в комнате? У нас 53 человека, но тут не одни. Специально для таких целей продают? Специально для таких целей продают вообще? Что именно, Максим? Цветы, намы. Ну да, если черный цвет, Елизавета, это скорее такие, как это? Услуги похоронного бюро. У меня нет ПК, у меня ноутбук. Я тоже с ноутбука сейчас, все нормально. А у меня Mac и ПК. Ну, круто, полный набор. Егор, пока. Ура, спать. Хорошо. По поводу... Так, что там было? По поводу сеток. Да, то есть мы можем... Так, переключаюсь. А, у меня уже все открыто. Отличненько. Сетки удобнее всего. Либо вы можете делать их вообще самостоятельно. Вот вы, допустим, создали фрейм. Опять же, там 1920, допустим, стандартные на 1080. Справа сверху, видите, я сдаю значение. Ширина, высота. Вот это где буковка W. А сверху XY это положение вот в этой области. То есть где? Можно вообще по нулям поставить. Тут ноль, тут ноль. Но это не обязательно. Дальше. Вот вы создали фрейм. Нажимаем, выбираем этот фрейм, чтобы он выделился. Нажимаем на плюсик Layout Grid. И по умолчанию, если вы сами хотите поэкспериментировать с этими колонками, вы можете нажать вот на эту менюшку, вот эти 9 точек. Здесь выбрать, ну, во-первых, не Grid, а нам нужно вот здесь выбираем. Нажимаем, где Grid, Columns. Нам нужны колонки. И выбираем. Ну, допустим, будет у нас там 6 колонок. Здесь оставляем Stretch. Здесь можем сделать между колонками размер 40, а здесь, это вот по бокам, видите, расстояние появилось? 120. Как померить у нас вообще вписывается? То есть мы можем вот создать произвольно прямоугольник и сделать у него размер 1200. И выровнять его по центру. 1200. И вот у нас колонки, они должны вписываться в этот размер. Вы уже сами можете с этим играть, в принципе. То есть это уже импровизация. Допустим, тут у меня много получается. 6 колонок. Это сколько надо? Сейчас, секунду. 300. 350. Ну, примерно так. То есть вот если у вас 6 колонок, будет примерно такое значение. То есть вот меряю по прямоугольнику 1200 пикселей в ширину. И вы уже создаете свое количество колонок. Как определить количество колонок? Ну, чисто поначалу берете 12 и не паритесь. Потом уже зависит от проекта. Если проект сложный и много информации, колонок больше. Если проект простой, мало информации, можно колонок делать поменьше. 6, может вообще там 4. Колонки нужны для того, чтобы было удобнее распределять информацию. То есть вот я сверху, допустим, сделал блок информации, картинку. А потом снизу где-то у меня будет такой же блок. И все они будут идти по одной линии. Это очень удобно. То есть они выполняют функцию распределения информации по одним линиям. Вот эти вот колонки. Для чего мы их вообще делаем? Чтобы все было ровненько и аккуратненько. Можно еще сделать горизонтальные полоски. Но сейчас мы это не будем делать. Нафиг оно не нужно. Поняли? Зачем вообще вот эта модульная сетка нужна? Вот эти красные полоски. Кстати, их можно перекрасить. Не обязательно красные должны быть. Но это сейчас тоже. Здесь цвет меняете. Кого красный отвлекает, можно фиолетовый сделать. Но это вообще не суть. Вот. Только для того, чтобы у вас равномерно по линиям была информация распределена. Вот вся функция модульной сетки. Ладно. Едем дальше. А это очень важный фактор на самом деле. Допустим, я хочу вот эту фотографию оставить. Нажимаю Shift плюс G пока. Отключаю модульную сетку. Мне нравится. Я ее калибрую. Вот как-то. Ну, сбоку, допустим, будет она вот так. Задумка такая. Слишком много места тоже пусть не занимает. И теперь я хочу фрейм перекрасить вот в такой же цвет, чтобы не было вот такой фигни. Не выделялась эта фотография. Я выделяю фрейм. Иду справа, там где написано Fill, заливка. Жму на этот белый квадратик. Жму на пипетку левой кнопкой мыши. И кликаю вот по этой области. Отлично. Но снизу у меня немножко тут не подошло. Поэтому я просто фотографию растяну. Вот так. Ну-ка сверху. Ну, сверху на самом деле тоже видно. Тут градиент надо делать. Вообще, в таких случаях можно попробовать этот букет вырезать. Давайте попробуем. Для этого есть приложение. Плагин. Называется он. Сейчас давайте посмотрим. Плагин. Remove BG. Сейчас я его найду. Это вырезать изображение от фона. Если у вас фон однородный, обычно вырезает легко. Вот он называется. Remove BG. Нажимаю Run. Там, по-моему, какая-то регистрация должна быть. То есть нужно зарегистрироваться. На сайте у них. И, пожалуйста, вот вижу, что обрезал... Ну... Обрезал так себе. Или нет? Нормально. А хотя здесь тоже так. Ну, в принципе... Как будто он еще качество съел, да? Да, он тут в бесплатной версии съедает качество. Видите? Тут приближая качество хорошее, тут приближая качество плохое. По-нормальному можно в фотошопе обрезать, если вы умеете. Вот. Но на быструю руку, если совсем не париться, то есть этот вариант можно скрыть. Чтобы скрыть, надо в левой части навести на это изображение. То есть кликните, а не тут выделилось, и нажимаем глазик. То есть скрыли. Такой вариант пойдет ли нам сейчас? Или оставим с фоном? Мне, в принципе, цвет нравится. Давайте пока оставим вот это, то, что было. Я имею в виду цвет фона. Он такой мягкий, подходит. И контрастирует с цветом букета. Ладно, картинка есть. Едем дальше. А то ничего не успеем. Нам нужен текст. Мы начинаем с того, что если вы у заказчика делаете проект, вам, скорее всего, скинут логотип. То есть вы, как веб-дизайнер, делать его не должны. Но если вы еще и графический дизайнер, то вы можете за дополнительную плату этот логотип для компании сделать. Что мы видим? Я слежу. У меня просто пиликает что-то. Я смотрю, может, по делу. Включаю модульную сетку. И мы располагаем наш логотип. Ну, типа логотип. Это я просто написал выдуманное какое-то название. Flowers 21. А почему 21? 24. 21 это это. Исполнилось мне 21, да? Тут будет логотип. Логотип тоже важен на самом деле. Это часть декораций. Часть вашего дизайна, короче. Размер 20 в принципе нормально. Можно прям чуточку побольше сделать. Его не надо делать большим. Мы его ставим по модульной сетке. Смотрим, сколько у нас сверху расстояния. Ну, 50 пикселей нормально. Можно даже поменьше сделать. 40. Дальше. Нам нужна контактная информация. По поводу выбора шрифта. Ой, вот эта тема. Вы можете очень долго на самом деле подбирать шрифты. Самый простой вариант. Пойти на Behance. Вот так вот растянем чуть-чуть. Посмотреть, какие шрифты используют в последних работах те люди, которые набирают большое количество лайков и использовать те же шрифты. Просто не заморачивайтесь. А то будете реально сидеть целыми сутками. Если у вас проект коммерческий, шрифты нужно будет покупать, скорее всего. Но если большой проект, вы не нашли из бесплатных ничего нормального. Хотя у Google много, на самом деле, бесплатных шрифтов хороших. Поэтому можно особо не заморачиваться. Справа у нас, как обычно, телефон. Либо тут корзина. Но мы пока ставим просто телефон. Начертания чуть-чуть можно сделать поменьше. А в плане менюшек я не видел, чтобы там... Какие тут могут быть пункты. Давайте быстренько я вернусь, посмотрю. Так, цветы, пионы, тюльпаны. Доставка, цветов, оплата, блок. Ну, давайте что-нибудь напишем. Допустим, здесь будет блок доставка. Сделаем размер поменьше. Ну, начертания, да, то есть, чтобы выделялся все-таки. Это же принцип контраста. Не должны разные блоки быть текстовые, одинаковыми. Если уж должны отличаться, то по-нормальному. Еще побольше сделаем. И цвет, наверное, потом поменяем. Ну, пока оставим. Зажимаю Alt, Shift, тяну в сторону левой кнопкой мыши. Доставка. Что тут еще? Аптовикам. Давайте такой пункт сделаем. Еще какой-нибудь третий. Хватит, много не будем. Это стандартное, опять же, расположение этого блока. Аптовикам и оплата, отзывы клиентов. Ну, какие тут могут быть отзывы? Контакты. Ну, ладно, давайте контакты. Тоже стандартный пункт меню. Вот мы написали три пункта меню. Зажимаю через Shift, все их выделяю. Тут можно выбрать вот это вот Tidy Up. То есть, я нажимаю, где три полоски, выбираю Tidy Up. И у них расстояние между этими словами выравнивается. Зажимаю Shift и по центру. Пусть будет тут. Господи, да что у меня все это? Вообще звук выключу. Все пиликает и пиликает. Окей. То есть, верх мы сделали. И на самом деле, я бы еще потоньше сделал. Что-то как-то слишком выделяется. Но это уже нюансы. Чтобы достичь контраста. Телефон, логотип, ну типа логотип, просто название. Пункты меню, картинка есть, контактный номер есть. И расположение вот именно такое. Слева логотип, справа контакты, по центру менюшка. Можно между ними даже чуть-чуть побольше расстояния сделать. Вот здесь есть такой раздел. Видите, 67 где написано. Это расстояние между словами. Можно сделать, ну давайте 80. Вот, ну так вроде получше. Можно сгруппировать. Нажимаю в сочетании клавиш Ctrl плюс G. И нажимаю выровнять по центру. Вот, теперь у меня этот блок ровно по центру. Ну и пусть. Дальше. Идем. Пишем заголовок. Копируем вот эту штуковину. Она у меня залезла в группу. Заголовок какой я хотел. Что-то я тут придумывал. Советую использовать 4 заголовки. Можете погуглить, чтобы у вас были информативные заголовки. Не просто там цветы. Вы должны побольше информации дать человеку, который туда зашел. Например, красивые букеты от 1500 рублей с доставкой 24 на 7. Такой банальный, но информативный. Как это слово забыл? Слоган, не слоган, господи. Призыв к действию. И точно так же размещаем. Выравниваем по левой стороне, по нашей модульной сетке. Смотрим. Чуть-чуть можно поменьше. Красивые букеты. Что мне здесь не нравится? Здесь нет принципа контраста. Что это значит? Я буду разделять эти фразы на отдельные. Ctrl-X вырезать. Вставить. Выделяю от 1500 рублей. Ctrl-X. Ctrl-V. Что я хочу сделать? Я хочу, чтобы как-то покрасивее смотрелось это все дело. Что я для этого могу сделать? Могу сделать красивые букеты. Это будет основной текст. Его я делаю пожирнее. Например, вот так. А шрифт, который здесь используется, я особо не выбирал. Enter. Чтобы, опять же, много времени сейчас не тратить. Как я говорил, выбор шрифта, это прям может занять очень много времени. Но советую использовать те, которые сейчас в тренде. Вот и все. От 1500 мы сделаем поменьше. От 1500 с доставкой 24 на 7. Давайте вот пирамидка сделаем. Потом будет с доставкой 24 на 7. Тут мы сделаем регуляр. Ну, так вот достаточно. Расстояние. Пусть будет 15 пикселей. И самый маленький текст, где-то снизу будет. От 1500 рублей. Его можно как-то дополнительно выделить. Да, то есть у нас два блока будет. Вот этот основной. Красивые букеты. И тут как доп. информация с доставкой 24 на 7 от 1500 рублей. Но что-то вот мне не хватает. Можно даже чуть-чуть пониже сделать. Дальше. Что еще тут можно расположить? Вот эти расстояния, на каком расстоянии все это будет находиться, это тоже подбирается чисто интуитивно. Можно заголовок чуть-чуть повыше сделать. Я бы даже чуть побольше, наверное, сделал. Ладно, пока все вписывается. Конечно же, чего-то не хватает. Кнопка, какое-то менюшка. Какая-то менюшка. Я бы, например, еще здесь сделал сразу выбор. Посмотрим, не слишком ли будет перегружено. То есть, если здесь будет, допустим, вот такой вот квадратик. Примерно вот здесь. Давайте его закрасим. Пока будет черный. И мы уже сразу предложим какой-то букет. Вот, сразу. Сейчас посмотрим, как будет выглядеть. Сетку пока отключаем. Давайте картиночку сюда вставим. Вот. Какую, какую, какую. Ну, вот этот. Он как-то по цвету попадает. Что мы делаем? Сейчас будем делать маску. Хотя можно и этот подровнять. То есть, я создал черный квадрат. Нет, все-таки, секунду, я отключу. У меня что-то часто кликает. Меня прям раздражает. Извиняюсь. Вот. Как создавать маску? Создаю фигуру, которую хочу видеть. Да, вот, чтобы картинка вписывалась вот в этот квадрат. Сверху ставлю картинку, которую в этот квадрат хочу впихнуть. Выделяю два этих изображения, сверху нажимаю вот эту кнопочку маска. Все, у меня создалась маска. Дальше я ее двигаю, вот, как бы, этот букетик внутри квадрата. Я, надеюсь, доходчиво объяснил. Конечно, это все быстро. Но попробуем успеть. Ну, в принципе, за счет того, что картинка белая, есть такое понятие, как визуальный вес. Вот, допустим, чем картинка красные цвета? Вот, она, как бы, визуально весит больше, чем светлые цвета. Темные цвета весят больше, чем светлые цвета. Здесь, если вот добавить еще одну красную картинку, ну, будет уже как-то немножко перегружен дизайн. Хочется сохранить вот эту, как раз, легкость какую-то, чтобы цвета были такими легкими, было много пространства пустого, и чуть-чуть я ее повыше бы поднял. 138. Мы, опять же, мы себя постоянно спрашиваем, а это зачем? Вот я этот пункт добавил, он вообще несет какую-то ценность здесь, или просто так для красоты. Лучше, чтобы он выполнял какую-то функцию. Так, я по-другому хотел. Давайте вот так. Ну, и здесь мы сделаем что-то типа... название букета. Не знаю, там, дикая орхидея. Первое, что в голову пришло. Это сейчас вообще не суть. Дикая орхидея, там, размер 20 пикселей. Давайте 22, что-то совсем уж как-то. А цену? Цену... Да можно тоже сверху. У нас снизу места мало остается. Я просто экспериментирую. Я, на самом деле, не думал, как бы это... Что тут будет? Дикая орхидея. Должна быть какая-то кнопочка, я думаю, да? Заказать, купить. Дикая орхидея. Ну, ладно, пока сделаем, допустим, 2000 рублей. 2000 песо. Дальше. Чего мне здесь не хватает? Конечно же, стрелочек. Вот. Мы их можем быстренько нарисовать с помощью инструмента линии. Выбираем L клавиши или с помощью перо, pen. Зажимаю shift, тяну. Стоп, все. Господи. Мышка что-то глючит начала, секундочку. Ладно, я линиями сделаю. Мне нужна тоненькая линия, чтобы вы понимали, что я делаю. Два пикселя тут, я думаю, за глаза хватит. А тоненькая линия, примерно, ну, наверное, 60. Копирую, зажимаю alt, shift. Это дело 20. Эти стрелочки, их можно там, в принципе, найти. Но мне вот нечем заняться, я вот сейчас делаю все это сам. Зачем? Непонятно. Ибо нефиг. Зажимаю shift. Ну, такая корявая стрелочка. Ладно, сейчас это вообще не суть. Хотя, ну, не нравится мне. Так, 20, пусть будет 15 покороче. Вот, что я делаю. Это типа как такая менюшка, то есть, чтобы на первом экране вы уже могли посмотреть продукцию. И это выглядело бы не так нагружено, как... Господи, да легче выбрать в этих, в иконках стрелку. Вот тут есть плагины различные, например... А то фигнёй какой-то занимаюсь. Что у нас тут есть? Box icons, bootstrap icons, например, blush. Это у нас... Нет, это немножко другое. Ну, давайте, box icons, там вроде нормальные. И причём SVG-шные, то есть, векторные иконки, что очень важно. И здесь можем просто написать стрелка. Смотрим. По-русски он вылез, что-то нет. Не хочешь? Что мне вручную искать, что ли? А, ну вот, мне вот такая нужна на самом-то деле. Вот такую стрелку я и хотел. Вот она у меня появилась в векторном формате. Что самое важное, я её вынимаю из контейнера. Короче, вот... Господи... Во! Это сейчас, что я сказал, не важно. Не обязательно запоминать. Вот, я делаю такие менюшки. А эту страшилищу мы убираем ненужную. Чтобы можно было типа листать. Она сейчас очень такая жирная и навязчивая, эта стрелка. Прям очень много на себя забирает внимания. Нам это, конечно, не нужно. Мы можем вообще кликнуть вот по этому цвету и просто его сделать чуточку темнее. Вот, ну, чтобы было в принципе понятно, да, что это стрелка, что можно листать. Сейчас. Вот, и поставить её на расстояние где-то там 40 пикселей, можно даже чуть поменьше. 30 пикселей. Чтобы посмотреть расстояние от одного объекта до другого, выделяем объект, нажимаем Alt и наводим курсор на второй объект. И он показывает. 30 пикселей расстояние от одного до другого. Вот. Эта стрелка очень жирная, она мне не нравится. Хотелось бы потоньше, но сейчас не будем вот заморачиваться и искать какие-то там стрелочки. Но как вариант... А почему бы их не сделать по центру? Почему я решил снизу сделать? Вот. Допустим так. Как вариант просто обозначить, да, что можно листать. Дикой Орхидея 2000 рублей. Ну, допустим. Вы когда экспериментируете, у вас будет много вариантов в голове. То есть вы сделали, посмотрели, там, пошли чай попили, вернулись, смотрите. Да ну нафиг, какая-то фигня. Не нравится Миша заново. Да. И это неотъемлемая часть процесса, к сожалению. Ну а что, куда деваться? С первого раза думаете, что у вас все получится хорошо. Это, конечно, вы оптимист. Вот. Допустим, не хватает кнопки, да. Кнопку мы делаем примерно тоже так же. Ректангл. Рисуем такой прямоугольничек. Как правило, он либо красный, либо желтый. Самые распространенные цвета. Но здесь красный, наверное, будет как-то слишком навязчиво пересекаться с цветом букета. Лучше оставим желтый. Вот такой, чуть-чуть приглушенный. Не надо делать очень яркие цвета. Так. Вот. То есть, прямо вот в самом углу. Чуть-чуть приспустить, и пусть будет цвет приглушенный. Яркие цвета, они раздражают. Вот. И мы можем кнопку вот как-то вот так, допустим, поставить. Желтый цвет. По-моему, как-то он здесь не очень. Да. Может. Ну, как вы думаете? Давайте вместе. То есть, если здесь будет перекрывать часть изображения. Теряется часть полезной информации. Вот. Это тоже надо все обдумывать. Но в данном случае мы этого, конечно же, делать не будем. Просто нажмем купить. И дело в шляпе. Важно сейчас процесс понять. Вы вопросы задавайте, если что. Я отвечу. Интересный, кстати, плагин. Вот еще что. Многие не советуют делать прям черные-черные цвета. То есть, мы можем все наши текста, хип-хоп текста перекрасить. То есть, чтобы цвет был не черный, а допустим, вот если мы выберем HSL, на 90%. Я зажимаю Alt, тяну. Вот. То есть, он такой, чуть серый получается. Вот. Не так режет глаз. Тоже такой маленький нюанс. Вообще, весь дизайн как раз из этих нюансов и состоит. Желтая кнопка, ну, честно, даже не знаю. Если она будет такая небольшая, в принципе, какая-то она все равно. Ну, допустим. Допустим, это всего лишь вариант. И не купить, а заказать, наверное. Заказать. Окей, пока оставляем. Что интересно, есть еще плагин прикольный. Сейчас посмотрим. Выделяем объект. Вот эту кнопку. Просто покажу, раз уж нет, хотя отказ. Называется Morph. Вот. Тоже плагин Morph. И можем выбрать, например, Skeo. То есть, Skeo Morphism. И придать кнопке такой объем. Вот. Тут можно выбрать, будет ли она изогнута вот так, вот так, вот так, вот так. Интенсивность. И поворот, в какую сторону тень будет. Ну, допустим, вот сверху. Чуть-чуть вот туда. Нажимаем Apply. Ну, это грязная тень получилась, мне не нравится. Вот. Грязная какая-то тень получилась. Фу-фу-фу. Чуть-чуть поменьше, может, надо. Вот. Можно самостоятельно это все делать. Вот. Можно с помощью кнопок. Ну, допустим, вот так. Не знаю. Здесь, в принципе, и такая кнопка нормальная. Обычная, желтая. Можно градиент сделать у кнопки. Ну, просто, чтобы знали, что есть вот такой плагин. Хорошо. Допустим, такой первый экран. Ничего тут лишнего нету. Единственное... Единственное что... Ну, не знаю. Все равно мне хочется еще больше сделать заголовок. Shift-G. Смотрим. Все по сетке. Все вроде ровно. Но вот что-то у меня прям за что-то глаз цепляется. Что-то не хватает все равно. Хотя, в целом... Ну, это всегда так. Это так всегда. Вот. Информация есть. То есть, вы сразу на первом экране можете... Друзья, если есть предложение, можете тоже писать. Что-то еще можно добавить. У меня прям ощущение, что что-то вроде нормально, а что-то не хватает. Ну, ладно. Мы же это. Нам еще визитку делать. Господи, время как быстро летит. Хорошо. С этим пофиксили. Основной функционал разобрали. Что у нас тут, какие инструменты. То есть, F создать фрейм. Создать любую фигуру. Круг, треугольник или прямоугольник. Перо на первых порах вам не пригодится. Вам пригодится... Стоп, стоп, стоп. Вам пригодится текст, ректангл и создание фрейма. Все остальное от лукавого. Едем дальше. И потом уже делайте второй экран, третий. Рядом создаете копию. Делаете еще один фрейм. Пробуйте как-то по-другому. Сравниваете. Смотрите, что будет лучше. И так далее, и так далее. Короче, этот процесс длительный. Вот с этим пока все понятно. Можно на фон... Вот не хватает на фоне каких-то приколюшек, финтифлюшек. Иногда делают... Как вот букву там какую-нибудь первую. Сделал жирнее, выделил другим цветом. То есть тут не хватает изюминки. Какой-то вот полосочки. Вот всегда. Красивый дизайн. Он не в намогр... Не в намогр... Намогр... Господи. Все. Такой слот вообще есть. Не в том, чтобы завалено было пространство. А вот в каких-то маленьких нюансах, детальках. Вот вроде добавил какую-то полосочку. Вот такого цвета. И смотришь. Ну, уже какую-то роль она играет. В принципе. Не сказал бы, что она тут прям очень нужна. Но с ней как-то даже повеселее может быть. И ставим ее на расстояние. 60 пикселей. Ну, допустим. Хотя бы так. Вот не хватает каких-то мелочей. Видите, да? Вроде... А может, они тут и не нужны. Вот. Окей. Первый экран сделали. Все. Едем дальше. Давайте я в чат посмотрю. Давно там не был. Как у вас там дела? Все ли нормально? Так. Перезагрузка. Детипеде. Максим говорил полтора часа. Все. Можете сказать, что за программа. Это фигма. Максим. Подскажите по времени, сколько идет вебинар. Вебинар идет уже 51 минуту. 50. Как сделать кнопочки рабочими? Можно фигме делать простейшую анимацию. Но вообще этим заниматься будет верстальщик. Когда уже отдадите этот проект заказчику. То есть, в принципе, если вы веб-дизайнер, вы этим не занимаетесь. Чтобы они рабочие были. Либо когда вы в тильду сайт переносите. Ну, либо на другую платформу. Вы уже там все это делаете активным. Хотя фигме тоже можно простенькую анимацию сделать. Что касается... Так. Надо ускоряться. Время мало. Друзья, пока все нормально. Дайте обратную связь. Окей. Как вам контент? Как вообще? То, что мы делаем. Все ли понятно? Все ли ясно? Вот. Первый экран мы сделали. Мы молодцы. Это, конечно, очень быстро. И все такое. Ну, ладно. Что есть, то есть. Самые базовые принципы композиции, которые вы должны быстро запомнить. Первый. Это контраст. Есть книга такая. Называется «Дизайн для недизайнеров» или «Книга для недизайнеров». Вот что-то такое забыл. Робин Уильямс. Автор называется. Вот ее прям очень советую прочитать. Но она в подборке, которая с кино есть. Первый. Контраст. Контраст привлекает внимание, помогает структурировать информацию. Всегда помните. Да, то есть, если отличается шрифт по размеру, он должен отличаться значительно, а не чуть-чуть. Иначе контраста не будет. Контраст по цвету, контраст по шрифту, может быть. Повтор ритм. Вот, кстати, можно было попробовать контраст по шрифту. Вот то, что мы сейчас делали. Я думаю, помогло бы, да. Дальше. Повтор ритм. У вас элементы, которые вы делаете, должны повторяться на протяжении всего сайта. Шрифты, которые вы используете, цвета, геометрические фигуры и так далее, и так далее. То есть, общее настроение должно быть одним, а без резких каких-то скачков. Это называется повтор или ритм, как в музыке. Дальше. Выравнивание. Для этого модульная сетка. Для этого вы можете силовые линии ставить. То есть, каждый элемент нуждается в визуальной связи с соседними. Расстояние между объектами определяет, какая между ними связь. Они отдельно или создают один информационный блок. Это тоже важно учитывать. И приближенность или отдаленность друг от друга. Ну, в принципе, это то, что я вот сейчас сказал. Если текст слишком далеко, как здесь, уже кажется, что эти два объекта разделены. Картинка и текст. Чуть-чуть поближе подвинь, уже один блок. И с этим тоже надо играться. Закон внешнего и внутреннего. Ладно, это мы все пока не будем. Визитка. Визитка, визитка. Здесь вот ответ от Figma, да, то, что возможно ли использовать Figma для печатного дизайна. Это я вначале говорил. Что, в принципе, нет. Она для этого не предназначена. Потому что в Figma цветовое пространство RGB, а чтобы печатать, нужен SMIC. Вот. Это, если совсем просто. Как... С чего начать? Размер визитки стандартный. 90 на 50 миллиметров. Если я... Да, 90 на 50 миллиметров подсмотрел. Здесь есть плагин. Вообще плагины... Вот в этом вся Figma это в плагинах. Мы идем в Find More Plugins. Нажимаем. Пишем. Print. Вот он называется. Print for Figma. Выбираем его. То есть устанавливаете этот плагин. Я его запускаю. Что нам здесь нужно? Мы выбираем единицы измерения миллиметра. Страница. То есть фрейм будет один. DPI. Количество точек на миллиметр. Это у нас 300 будет для печати. Самое то. Отступы. Сейчас объясню, что это такое. Это будет 2 миллиметра. Пусть будет 2 миллиметра. Это мы оставляем. Размер. 90 на 50. Это стандартная визитка. Вообще понимаете, у вас какой концентрат информации идет? Я прям без остановки. Раз, раз, раз. Стараюсь все очень быстро. Мне важна ваша обратная связь, друзья. Так что давайте. Я для вас очень стараюсь, чтобы побольше всего успеть. Можете там этих смайликов прислать, сердечек и так далее. Ну ладно. Мой документ, то есть название, как будет называться этот фрейм. Сейчас это не так важно. Все. То есть 90 на 50, 300 DPI, миллиметры и отступы по 2 миллиметра. С каждой стороны на обрезку, когда будут резать, чтобы у вас не откромсали ничего лишнего. Крейт документ. Вот он мне создал. Print for Figma. Мой документ. И очень удобно. Он сразу мне показывает. То есть за какие отступы мне не нужно заходить. Принцип. Вот то, что мы сейчас делали, все то же самое. Давайте посмотрим варианты, на мой взгляд, удачных визиток. Вот этот вариант мне понравился. Это название организации, как я понял. И print. Золотой и темный такой цвет матовый. Очень хорошо сочетаются. Дорого-богато, как говорят. И сзади. То есть основная какая-то информация. Ничего лишнего. Никаких картинок. Минимализм. У нас в России такие визитки очень редко встречаются. По крайней мере, среди обычного населения делают совершенно другое. Вот. То же самое. То есть что мы тут видим? В принципе, какой-то простенький логотип, который, наверное, даже и не логотип, а просто скачали. Разделительные черта, информация. То есть тут просто хорошо выбран контраст. Опять за счет цветов, за счет расположения. Все ровненько, аккуратно, смотрится четко. Как вам вообще нравится? Ну и сзади. Вот какие-то геометрические фигуры пошли. Вот эти вот блобы, пятна. Прикольно, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, необычно. Вот тоже минимализм, черная. Там еще и светлые будут просто. Мне нравится темная. Геометрическая фигура. Ну, я думаю, что это логотип, наверное, что-то он значит. И вот так простенько вся информация. Телефон, почта, сайт. Кто? Название, имя, фамилия, фотограф. То есть, в принципе, такую визитку достаточно просто сделать, если мы не отходя от кассы. То есть, используем те же инструменты. Идем, fill, заливка. Можем, кстати, использовать плагин градиенты. Так, плагины. И называется этот плагин... Сейчас вспомню. Так, unsplash. Вот он у меня снизу не показывался. Web Gradients. Это один из плагинов для подбора градиентов. То есть, мы выделили наш фрейм. Выделили наш фрейм. И смотрим, что нам тут предлагают. Вот я, допустим, хочу какой-нибудь темненький градиент. Фон. Можно такой попробовать. А, нет, он мне заливает не ту область. Мне нужна вот эта область. Вот. Выбрали, посмотрели. Ну, зависит от того, какую тему мы продвигаем. То есть, если это фотограф, наверное, фиолетовый цвет тут как-то не очень пойдет. Если это какая-то йога, опять же, вот фиолетовый пойдет. Почему бы и нет? Ну, давайте сделаем визитку кому? Кому сделаем визитку? У меня вообще видно, отображается. Ну-ка, секунду. Да, все, фигма работает. Самое главное. Визитки огонь. Бархатный, насыщенный, серый. Смотрится дорого. Да, и утонченно. То есть, мне нравится вот эта эстетика. Думаю, надо идти в вашу школу. Спасибо, Евгений. Хороший человек. Спасибо. Вопросов нет, мало. Вопросов нет, мало чего понимать. Так что, это все оцениваю. Круто, интересно. Все, топ. Спасибо. Я просил много... Да, в записи можно будет посмотреть, но лучше сейчас. Смотрите, мы только визитки начали делать. Когда начинается обучение... Да можно прямо сейчас написать, узнать. Все вам расскажут. Очень интересно и все понятно. Все нравится, наверное. Спасибо, друзья. Прям на душе стало тепло. Мне нравится то, что получилось. Отлично. Ну, как говорится, и так сойдет. Ну, за полчаса что-то там такое сделать. Парикмахерская центрифуга. Воу, вот это да. Вы любите фиолетовый уже третий раз про него. Но он попался. Да, на самом деле мне нравится фиолетовый. Один из любимых цветов. Но не важно, для чего мы делаем визитку. Допустим, там, для той же парикмахерской. Сейчас выберем какой-нибудь градиент. Ну, для парикмахерской делать черный фон. Наверное, как-то я не знаю. Что-то, все-таки, что-то должно быть повеселее, что ли. Но важно, чтобы фон не отвлекал на себя слишком много внимания. То есть, оранжевый какой-нибудь цвет. Есть, кстати, еще одно приложение, плагин. Сейчас посмотрим, если он у меня тут остался. User, SPR, так, noise, это шум, изометрик, иконы, иконы. Долго искать. Ну, ладно. Мне еще нравится, допустим, блапс. Такой плагин. Он создает геометрические фигуры. Вы их тоже можете в дизайне использовать. Вот какие-нибудь типа таких. Ну-ка. Ага. Окей. Допустим. Создаем такую фигуру, и можно ее тоже в качестве фона использовать. Так, я вот сейчас увидел, что у меня... Вот так вот сделать. Какие-нибудь вот эти фигуры на фоне, да, чтобы фон тоже какой-то был интересный. Ну, вот как, допустим, вот в этой визитке, вот такие линии какие-то искать. Это можно все найти. Главное, чтобы SVG-шный был формат, желательно, то есть векторный. Вот. Ну, сейчас ладно, сейчас это не нужно. А сзади что у нас не перекрасилось? Господи. Пам-парам-пам-пам. Короче, мы делаем парикмахерскую, допустим. Мы выбрали фон оранжевый, допустим. Пусть будет оранжевый. Ну, а что тут еще есть? Есть другие оранжевые. Так и тянет на фиолетовый. Синий, ну, тоже можно. Оранжевый такой теплый, приятный цвет. Есть много статей на тему влияния цвета, на психику человека, на принятие решений. Очень там много чего можно нарыть. Вот. Самое простое, да, опять же, очень важно выбрать шрифт. Что у меня тут за шрифт? Интер. Ну, господи, пусть будет тот же интер. Фигме очень удобно. Вы на пустых полях можете набрасывать вот кучу разной информации. Что у меня здесь? Иконки для соцсетей, шаблон для фигмы, конвертер SMIC. Ну, ладно. Вот. И погнали. То есть добавляем текст. Здесь черный как-то смотрится. Ну, очень пестрый фон. Ну, учитывая, что мы будем конвертировать RGB в SMIC, скорее всего, он потеряется. Господи. Как-то все пошло не туда, не так. Отвлекся на комментарии. Вот и все. Размер. Мне просто сайты привычнее делать, чем визитки. Дизайнер в Сеярусе. Но у нас не дизайнер, да? То есть будет какой-нибудь. Ну, например, ладно, пусть будет Максим. Максим Максимович. Генеральный директор. Вот. И здесь принципы все те же самые. То есть заголовок. Заголовок. Ха, парикмахер. Ну, парикмахера у меня, конечно, еще не было. Ну, ладно. Допустим. Может быть, когда-нибудь встану. Станет скучно. Захочется освоить новое ремесло. И вот и здрасте. Вот и Максим парикмахером стал. Мне не нравится работа в этом фрейме. Ну, ладно. Меняем расстояние. То есть делать что-то очень простое. Давайте вот так вот сделаем. Размещаем по центру. Максим Максимович парикмахер. Что вот отсюда можем взять? Сразу можем добавить контакты. Тут, конечно, вот видите, контраст за счет разных шрифтов. То есть мы тоже можем такое сделать. Допустим, Максим сделать какой-нибудь... Ну, давайте, чтобы долго не думалось, возьмем всем привычный Монсеррат. А то я сейчас буду искать тут полчаса. Вот. То есть это у нас будет таким шрифтом. Парикмахер у нас можно сделать каким-нибудь робота. Ну, не знаю. То есть это, опять же, чисто эксперимент. Помните, да, мы создаем контраст. Во-первых, за счет размера. А во-вторых, за счет начертания шрифта. Тоже такой вариант есть. Почему бы его не использовать? Десять. Ладно, фиг с ним. Пусть пока живет. Дальше сделали. Максим Максимович. Ну, тут как-то много пространства сразу съела. Чуть-чуть тогда подвинем. Главное не заходить за нашу линию. Ну, пусть вот будет 80 пикселей. И парикмахер. Сюда бы, конечно, какой-нибудь логотип добавить. Вот. Парикмахер. Я вдохновляюсь. Вот я смотрю работа. Что мне здесь понравилось? Тоже такая чистенькая визитка. Прикольно вот этот такой шрифт прописной. Тоже можно поискать. Они есть. И ничего лишнего. По сути, видите, то есть три объекта информации. Катя, Барракуда. Не знаю, что это такое. Наверное, студия. И контакты. Вот. Прикольно. Тоже минималистичный стиль. Ничего тут лишнего как бы нет. Ну, сзади вот эта фигура. Ее, чтобы поискать, тоже придется приложить усилия. Вот прикольная визитка. То есть картинка с лапшой. Мы сразу понимаем, что что-то связанное с едой. И контактная информация. Интересная идея. Вот эта понравилась. Социальная сеть. То есть сразу тут Инстаграм. Приветствие. Тут какие-то услуги, я так понимаю. Почта. Ну, а что еще нужно? Интересно. А если она еще пластиковая? Это, кстати, важно. Да, вы когда делаете визитки, можно не экономить на материале, чтобы вот он такой шершавенький, приятный был или пластиковый. Вот ресторан. Ну, в принципе, тоже нормально. Вот когда используете такие изображения на визитках, главное, чтобы они не мешали тексту. Чтобы текст был читаем. Это очень важно. Тут, кстати, есть примеры. Давайте я открою. Основные ошибки при создании визиток. Сейчас мы прям пробежимся. Ох, я прям этот... Походу, не укладываюсь, что ли, во фрейм-то временной. Ладно, тогда не будем пробегаться. Главное, чтобы было понятно. Главное, чтобы было читабельно. Что еще можем добавить? Ну, давайте добавим, как обычно, контактную информацию. Дизайнер в Сея Руси, конечно же. Разбежался. Это у нас... Так. Вконтакте. То есть, вот эти все ненужные ссылки можно обрезать. Дальше это у нас почта. И это у нас, допустим, Инстаграм. Тоже делаем белый цвет. Вот когда начинаешь спешить, всегда начинаешь совершать ошибки. Вот это вот какая-то... Появляется легкая паника. Типа время кончается. И вообще в работе это никогда не помогает. Когда у тебя вот какой-то дедлайн, у тебя как будто творческие способности сразу схлопываются, закрываются. И начинаешь совершать реально много каких-то глупых ошибок. Поэтому лучше все делать размеренно, спокойно, никуда не торопясь. Чтобы никто не отвлекал. А то ходят тут всякие. Не, ну это я шучу, у меня никто не ходит. Допустим. То есть мы можем придумать там какую-нибудь, сделать линию необычную. Так, это я уже куда-то не туда пошел. Вот, если эту точку. Ну это чистой воды какая-то импровизация непонятная. Просто типа креативен. Вот. Но креатив должен быть в меру. То есть взяли, сделали какую-то разделительную линию. О, у меня тут и блоб остался. Вот это да, вот это поворот. Ставим ее чуть-чуть сюда. Распределяем по центру. И иконки. То есть я ссылочку тоже скину. Чтобы долго не искать иконки соцсетей. Это все будет файл. Чтобы вам потом не изморачиваться. Ставим иконки. И у нас получается такой минималистичный, очень простой дизайн. Секунду, пока открывается. Основные ошибки. Это пытаться нагромождать визитку к большим количествам информации. Очень маленький шрифт. Ничего не читается. Делать какие-то эффекты для текста. Как знаете, тени, градиенты. Не нужно ни в коем случае. Пусть лучше останется побольше пустого пространства. И что там еще часто делают. По сетке не распределяют. То есть элементы находятся в каких-то разных местах. То есть некрасиво смотрятся. Так, визитки. Что нам надо? ВК. Копирую. Хочу круглые. Вот это вот. Ну у нас получается такая минималистичная визитка. В данном случае можно было черно-белые сделать. Вот эти иконки. Наверное, они тут лучше бы смотрелись. Но сейчас посмотрим. По ходу дела разберемся. У нас какая задача? Сделать просто быстро, понять вообще, как это работает. Так, инстаграм. Иконка. Копировать, вставить. И почта. Про автолаяуты вот это все. Я сейчас пока ничего не буду рассказывать. Это все долго. Так, а почты тут, наверное, нет иконки. Что, серьезно? Серьезно? Нету почты. А, ну вот. Типа. А, нет, это твиттер. Блин, печально. Ну ладно, я уж сейчас не буду искать. Ну, это, конечно, непорядок. Почты нету. Ладно. Это же не стальная сеть. Пусть будет вот. Типа почта. Ну, вы поняли. Вот. И в принципе, как бы вот раз-раз набросали. Рядом создали второй вариант. Посмотрели, как смотрится. 70. Чего не хватает? Чего хватает? Максим Максимович парикмахер. Вот. Можно добавить какую-нибудь иконку. Типа вот как в парикмахерских. Волосы. Что там еще может быть? Может, здесь что-нибудь найдем? Bootstrap icons. Важно, чтобы картинки, которые вы добавляете на вашу визитку, они передавали какой-то смысл. То есть, не надо делать картинку ради картинки. Вот. Просто добавить что-то красивое. Зачем? Ну, здесь, наверное, нет такой иконки. Ха, волосы. Забавно, если бы она была. А девушка? Нет. Это надо искать, типа, вот в таких плагинах, как Blush. Есть такой плагин. Здесь бесплатная, типа, анимация. Не анимация, а картинки векторные. Вот. И можно порыскать, поискать. На самом деле, даже бесплатной версии. Тут много чего есть. Называется Blush. Тоже можете установить. Вот. И поискать что-то, типа... Тут их можно менять. Допустим, выбираем такую. И мне не нравится цвет лица. Почему она синяя? Я хочу обычную оранжевую. А то это как-то вообще... Это, конечно, да. Skinny. Во, лицо. Можно, пожалуйста, обычный. Обычный бежевый. Что, нет такого? Негритянки тоже не нужны. Ну, а он мне предлагает все какие-то цвета, очень мне неподходящие. Вот. Ну, вы поняли смысл. Я сейчас не буду это все доделывать. Но вы можете дополнять свою визитку какими-то графическими элементами. Это все тоже смотрится прикольно. Эту надпись, соответственно, поднять. Вот. Но в данном случае можно и без нее. Дальше что мы делаем? Когда мы набросали основное, то есть, свою фотографию ставить, ну, наверное, тоже как-то не очень будет смотреться. Вот. Лучше добавить еще здесь, что можно, какой-то слоган или какие-то графические элементы вот в эту область. То есть, мы видим, что справа перевешивает. Слева у нас здесь много пустого места. Вот сюда бы, допустим, было бы прикольно какой-нибудь логотипчик сверху. Вот. Вот в это место. Он бы здесь очень хорошо смотрелся. Какой-нибудь красивенький, с какой-то изюминкой. Вот все в деталях. Дизайнер в Сея Руси. То есть, тут и парикмахер, и дизайнер. Вот. У нас основная задача, когда мы занимаемся дизайном, гармонично заполнить пространство. И для этого не должно перевешивать ни в одну сторону, ни в другую. То есть, мы смотрим со стороны, видно, да, что вот справа тут такое нагромождение, оно как вот чашу весов перевешивает. Поэтому мы берем и можем сюда добавлять какие-то маленькие-маленькие нюансы. Тут какая-то надпись, там что-то написали. Опять же, цену там можно... Сверху цену никто не пишет, ну уж, там стрижка от 500 рублей, допустим. Ну, какая-то информация дополнительная, полезная. То, что может вас отличить от конкурентов. Чтобы человек посмотрел, такой, о, от 500 рублей. А у меня как раз осталось только 500. Отлично. Иду стричься к Максиму. Вот. И с этим играемся. Но логотип тут бы лучше смотрелся. Согласны? Короче, дальше. Мы выделяем этот фрейм. My Document. Идем в Export. Мы сейчас быстро весь сценарий прогоним, чтобы вы понимали, что дальше это делать. Нажимаем Export. Выбираем формат PDF. Export My Document. Выбираем папку, куда он показывает сохранить. Сейчас я это все в браузере покажу. Сохранили в PDF. Открываем сайт, который называется... Сейчас я его тут сохранял. Это мы в печать готовим. То есть мы из Figma транспортировали в формате PDF. Дальше открываем сайт, который конвертирует PDF. Сейчас, друзья, секунду. Я браузер включу. Мы уже как на завершающем этапе. Я уже просто переживаю, что это затягивается над это. Быстрее, все быстрее, быстрее, быстрее. Так. Вот, мы открыли сайт pdf2smic.com. Можете, кому интересно, записать. А у меня тут... Ну-ка, я могу чуть-чуть расширить. Вот так вот. Окей. Идем, выбираем наш файл, который мы сохранили, PDF. И переносим на этот сайт. Выберите файл. Не загрузит он так. Во, загрузил. Ну или нажимаете «Выберите файл», на компьютере выбираете. Здесь мы, что очень важно, где написано «Selects.mic.profile», мы выбираем пункт «ISO-Coded V2 ECI». Короче, вот этот пункт можете заскриншотить или просто запомнить. Ну, вряд ли вы запомните. «ISO-Coded V2 ECI». И нажимаем «Старт». Ждем. Все, скачиваем полученный документ. И спокойно его отдаем на печать. Пусть себе печатает. Но я вначале говорил, что делать фигни, какие-то серьезные проекты для печати не стоит. Лучше использовать старый добрый иллюстратор. Вот. И визитка у нас... А тут не видно будет. Короче, она готова. Все отлично. Окей. Так, браузер переключаю. Давайте я почитаю, что у вас там творится вообще. Все ли понятно. Сейчас я читаю ваши вопросы. Все good. Я бы сходил туда тоже, любил филе. Визитка для чебуречной. Это креатив, да. Это же вызов для вас. Вот вам говорят «визитка для чебуречной». Вы не можете всегда использовать одни и те же шаблоны. То есть вам приходится включать мозг. Чебуречная. Какой может быть цвет? Что разместить на главной страничке? То есть там же сзади еще надо продумывать, если такой дизайн. Как этот чебурек, фотографию красивую найти? Как текст туда включить? Что написать? Куча-куча всего. Это интересно. Это постоянно такой креативный процесс. Так, визита тоже любил фиолетовый. Все good. Кстати, да? Когда открытие парикмахерской? Но нам сначала на курсы сходить. Будут еще занятия. Ну, у нас проходят вебинары, да. То есть вы можете идти учиться к нам в школу, в Академию ТОП. Есть там разные варианты сейчас. На год, на три месяца. Так, сплайн сделайте толще. Ну, сейчас пока не будем это все. Ножницы, проклятый конкурент. Ха-ха, Максим парикмахер, да? А в ПНГ нельзя экспортировать. Для печати нет. Если чисто для себя куда-то разместить, в социальных сетях можно. В натуре. Долго ли будет еще идти семинар? Ребенка уже скоро. Ха-ха. Пятнадцать минут. Так, PDF, тусмик. Да, спасибо, что скинули. Ссылки. Ссылку я эту добавлю, да. Я прямо сейчас тогда давайте скину вам ссылочку на документ, который обещал. Где все полезные материалы. Сейчас я проверю, все ли там на месте. Так, фигма. Там, кстати, есть гайды по фигме. В том числе руководство по фигме. Какие-то полезные сочетания клавиш. И там есть прозолотое сечение. Размер макетов. И даже, я туда добавил, на секундочку. Приложение для медитаций. Потому что, когда вы работаете дизайнером, и у вас там горят сроки, очень важно сохранять внутреннее состояние гармонично. То есть, мне понравилось. Я туда просто добавил. Думаю, полезно будет. Вот, поэтому ловите. Это вам этот подарочек лично от меня. И, что я хотел рассказать про обучение. Ну, пишите, конечно, ваши вопросы. Я в процессе буду еще читать, отвечать. А сейчас... Так, камера. Фигма. Вот. У нас, если хотите обучаться... Вообще, я обучался самостоятельно. С какими ошибками я столкнулся? Не ошибками, а проблемами. Во-первых, когда ты долго изучаешь, ты не видишь конкретных результатов, и у тебя вырабатывается выученная беспомощность. Падает мотивация. Ты не знаешь, на каком ты уровне. Не знаешь, где искать клиентов, что вообще делать. Примут тебя на работу или нет. Не уверен в своих силах. И плавно это может сойти на нет. Кто-то из вас, может, уже сталкивался. Тот, кто смотрит обучалки в течение двух, трех месяцев, полугода, года. И так вы ни одного проекта не сделали, или только начинаете что-то делать. Это надо обладать очень хорошей волей. У меня он в свое время не был, на самом деле. Я сам по себе такой ленивый человек. Так, в процессе, да, все расскажу. Компьютерная академия ТОП. С 1999 года обучаем компьютерным специальностям. Это и дизайн, это вообще IT-сфера. Там много направлений. На сайте можете посмотреть. Так вот, основная ошибка, вот то, что меня бесило, когда ты, например, берешь проект какой-то, там, ту же визитку сделать, и ты сталкиваешься с какой-то проблемой, там, в фотошопе, или не можешь найти какой-то эффект сделать. Хочешь, вот, понимаешь, что он здесь нужен, но не знаешь как. И иногда тратишь, ну, серьезно тратишь прям целый день, а иногда по два, по три дня, чтобы найти решение какой-то одной проблемы. И это очень сильно затягивает процесс, это очень сильно истощает эмоционально, когда ты вот просто не знаешь, что делать. Когда ты учишься где-то, на каких-то курсах, например, у нас в академии, ты всегда общаешься с преподавателем, и когда у тебя возникла какая-то трудность, например, там, а я не понял, как сетку делать, ты спрашиваешь, тебе все показывают, объясняют. А когда смотришь ролик, и такой же, вот, как я, там, быстро все так рассказывает, рассказывает, много вопросов может остаться за кадром, понимаете, да? Это часто вы можете меня спросить. Короче, это долго, не у всех хватает нервов обучаться самостоятельно, и мало кто доходит до конца, дай бог, там, процентов пять из тех, кто начал. Ну, это мое субъективное восприятие. Немного цифр, кто мы такие, более 250 тысяч выпускников за все это время, с 1999 года, 72 тысячи студентов, 2800 преподавателей, то есть большой штат преподавателей, у нас есть оффлайн предприятие, то есть в вашем городе, возможно. Можете, кстати, написать, из какого вы города. Я сейчас в Нижегородской области, в Арзамасе сам нахожусь. 700 аудиторий, 142 филиала, то есть компания достаточно большая, не сказать, что прям самая-самая большая, но на рынке мы достаточно крупная организация. Это в плане того, чтобы вы понимали, что не какая-то там шарошкина контора, и на рынке давно, и уже учеников много, можно, опять же, поискать там отзывы какие-то, попереписываться, узнать, вот как вам тут в чате вот писали люди, что, ну, один, по крайней мере, писал, учится у нас. Вот, многие, те, кто закончил обучение в Академии ТОП, устраиваются в крупные, большие компании, такие как Amazon, Philips, там, VIX, неважно, то есть это если есть желание. Я всегда говорю, что не обязательно работать в крупной компании. Иди в обычный стартап какой-нибудь, иди в веб-студию, там потренируешься, будет у тебя наставник свой. Прикольно же, но начать с чего-то нужно. То есть прошел курс, иди работай. Или на фриланс, или в студию, или в компанию. То есть, в принципе, три варианта получается всего, основных. Вот, и у тебя будет возможность устроиться на работу, если захочешь. Мы для этого создаем все условия. Что в программе? Ты обучаешься не только конкретно, там, фотошопу, или иллюстратору, или еще чему-то. У тебя история искусств, у тебя цифровая фотография, у тебя теория дизайна, там, колористика, композиция, психология восприятия, там, рекламный дизайн, основы типографики, издательская система Adobe Open Design. Это все нужно знать, и когда ты обучаешься самостоятельно, ты не понимаешь, а что мне надо-то? То есть, что мне надо узнать, чтобы полноценно начать работать? Мы тебе это даем. То есть, изучай вот это, и тебе этого хватит, чтобы начать заниматься дизайном, зарабатывать на этом. Потому что начать заниматься ты можешь прямо сейчас, повторяя за мной. Вот, программа очень объемная, она касается многих тем. То есть, не только, вот опять же, фотошопа и только дизайна. Все, что с этим связано. Как помогаем найти работу? Во-первых, на защите дипломной работы часто присутствуют представители других компаний, крупных. Будущие работодатели твои, ты можешь у них спрашивать там, что на собеседовании важно, какие навыки у меня должны быть. И это придает уверенность, на самом деле. Ты пообщался, понял, что, в принципе, да, могу уже работать. Хорошая проработка синдрома самозванца, которым многие страдают. Я не исключением. У нас много крупных партнеров, таких как Яндекс, Сбербанк. Могут поступать к предложению о работе. Ну, скорее всего, если ты хочешь изучить дизайн, ты же хочешь на этом зарабатывать. Вот. И мы, опять же, создаем все условия. Это представители других компаний, чтобы ты общался. Это предложения, которые от нас исходят. Помогаем с резюмешками. Готовим к прохождению тестового задания. То есть, ты в боевых условиях. Всему это мучаешься. Это наши партнеры. Опять же, крупные организации, с которыми сотрудничаем. Просто, чтобы понимали. Вариант обучения. Буткемп. Профессия за три месяца. Стоимость от 3570 рублей. Это при рассрочке на 24 месяца. Почему написали именно эту стоимость? Чтобы вам было комфортно. То есть, не сразу платить какую-то сумму среднюю, да, а разбить на маленькие части, и вы ее постепенно оплачиваете. Так, презентация видна, видна. Что это такой буткемп? Пара слов. И почитаю ваши комментарии. Где-то у меня тут было открыто. Это по графическому дизайну. Длится три месяца. Вы научитесь пользоваться фотошопом, рисовать иллюстрации и логотипы. Это отдельный вид заработка. Создавать фирменный стиль. Верстать макеты для печати. И работать с фотооборудованием. Ну, а кто знает, может вы фотографом станете. По возрасту не ограничено. В целом. Это интенсивный курс. То есть, вы можете обучаться целый год. Оффлайн или онлайн. У нас же можно и так, и так. Либо вы за три месяца эту программу проходите, ну, просто очень интенсивно. Понятное дело, ты тратишь больше времени. И лучше, если у тебя есть это свободное время. Например, ты уволился и не знаешь, что делать. Вот три месяца. И идешь в процессе уже устраиваешься дизайнером работать. Получаешь новую профессию. Это основной, наверное, как этот, посыл. Что ты профессию получаешь за три месяца. И можешь трудоустроиться, пока другие продолжают учиться. Что тут? Программа. Ну, вот опять же, можете почитать. Кому интересно, заскринить или на сайте посмотреть. Вот. Модератор можете скинуть ссылочку. Ну, давайте я скину, мне недолго. Сейчас я открою. Так, раз, раз. Ага. Вам скинули контакты в телеге в WhatsApp. Вы не пугайтесь, пишите туда свои вопросы. Москва, Тверь, Москва, Челябинск. Отлично. Десногорск. Прикольно. Я такого даже не слышал. По этим ссылкам, друзья, в WhatsApp и в телеге можете писать свои вопросы по поводу обучения. Если вдруг у меня там не услышали, что-то не поняли, сколько длится, сколько стоит, как оплатить можно и так далее. Пишите, не стесняйтесь, просто получите полезную информацию. А я вам скину ссылочку. Это сайт с буткемпом. Подробнее можете посмотреть. И что тут еще? Так, не туда нажал. Не туда, не туда. Вот. Программа. Тоже история искусств, фотография, подготовка. Все это вы будете проходить. Что? Три месяца, пять дней в неделю, по шесть академических часов. То есть рассчитывайте свои силы. У вас сейчас есть вот столько времени, чтобы обучаться. Пять дней, по шесть академических часов. Пять дней. Так, нагрузка 30 часов в неделю вместо 8 по стандартной программе. Обратная связь по домашнему заданию за один день вместо трех дней на стандартных курсах. Дистанционно. То есть это такой онлайн-класс до 25 студентов. У тебя есть преподаватель. Он тебе рассказывает теорию, вы делаете практику, домашние задания. Опять же, выполняешь их, проверяют, задаешь вопросы, общаешься с участниками группы, кто вместе с тобой обучается. И очень быстро, быстро, быстро прокачиваешь скилл, идешь работать, зарабатываешь деньги. На самом деле сложного ничего нет. Обучение нацелено на приобретение практических навыков и трудоустройства. Вот, 3750 рублей – это рассрочка на 24 месяца. Преподаватели, практикующие специалисты. Можете вот на сайте почитать, кто у вас будет преподавателем. Так, это наши партнеры. Конечно же, это будет диплом в конце, международный диплом. Тоже такая пометочка. Компьютерная академия ТОП. И дополнительные сертификаты. Дальше. Сейчас, секунду, я переключу обратно. Что еще хочу сказать? Вот, если можно взять рассрочку на 36 месяцев. Если у вас совсем туго с деньгами, но хочется начать уже сейчас, осваивать профессию, пожалуйста. И я бы как делал. То есть, берешь на 36 месяцев, ты в любой момент можешь прервать обучение и оплатить только пройденный материал. Это важно. Но я бы ориентировался на том, чтобы пройти обучение, быстро устроиться на работу и досрочно погасить эту рассрочку. Нормальная мотивация. Поверьте мне, как бы я очень хорошо эту тему изучал, мотивация. Нет другого способа развиваться динамично и эффективно, кроме того, чтобы создать для себя условия, в которых ты не можешь не делать. Или ждать, пока жизнь тебе создаст такие условия. Немного личный такой пример. Я очень долго хотел там переехать в другой город, допустим. И я переехал только, когда я влюбился в девушку, и она туда переехала. Но она переехала там временно, на три месяца там по работе. Я просто бросил все. Я нашел деньги, я нашел возможности, нашел квартиру. Буквально за неделю все это сделал. И поехал туда. Вот до этого я сидел там год-полтора. Я этого не делал. Тут появились условия определенные. Я решил вопрос за неделю. Это то же самое. Ты платишь деньги, ты попадаешь в условия, в которых ты не можешь не делать, потому что преподаватель ждет, группа ждет, все на тебя смотрят. Как бы тут есть такой дух соперничества. Ты видишь, что другие делают, тебе хочется лучше. Много таких маленьких факторов. Опять же, заплатил деньги, есть дедлайны, есть сроки, которые тебя мотивируют. Ты общаешься с преподавателем, налаживаешь там контакт. Короче, в таких условиях, наверное, только в таких условиях можно быстро что-то делать и развиваться. Это вот кому интересно, можете почитать там психологию, мотивацию и так далее. Все комиссии оплачиваем мы. Для начала обучения нужно только подписать договор с нами и банком. Расрочка от Тинькофф банка. Вот. У меня их карты есть, вроде как все нормально, как бы пока работают. Ну, у вас есть гарантия, да, вы в любой момент можете прервать обучение. Есть онлайн очно, как я сказал, можете, в принципе, очно пойти учиться. Либо онлайн, наверное, так сейчас удобнее. Это контакты. И давайте я посмотрю, появились ли вопросы. В принципе, полтора часа. Я прям рад, что я так быстро это все успел. Так, 3 месяца будет стоить 135 тысяч, при рассрочке 36 месяцев. Ну да, если мы умножим, давайте посмотрим. Так и есть. Там, по-моему, на сайте есть полная стоимость. Вот, посчитайте. Ну, по-моему, да. Вот. И вариант обучения. Да, кстати, вот я не показал. Другой вариант – это полное обучение. Давайте зайдем. Вот. То есть, смотрим. Очное обучение. Очное, очное. Онлайн обучение. То есть, на основном сайте вы можете посмотреть, в том числе и очное обучение. Допустим, берем веб-разработка. Курс. Так, осталось. Ага. Веб-разработка. Тоже можете посмотреть программу. Форма обучения. Подготовительные курсы отдельно. И тоже 12 месяцев от 2380 рублей в месяц. Это тоже при рассрочке, насколько я помню. Удобнее, наверное, будет, вы напишите вот в телегу или в WhatsApp по контактам, которые скинули, и уточните. То есть, и полная стоимость, и как там оплатить, как вот это все делается, вам подробненько все ответят. Вот. Моя задача, я просто по своему опыту говорю, что надо уметь по жизни создавать условия, в которых невозможно не делать. Или придется ждать пинка от жизни, который часто не очень приятный. И одни из таких условий, самые простые, это курс. Ты заплатил деньги, за тебя эти условия создают другие люди. Все. У тебя есть мотивация, у тебя есть стимул. Ты обучаешься, достигаешь результата, работаешь, зарабатываешь деньги. Других вариантов я не вижу. Дай бог, там 2-3 человека из 100 самостоятельно могут достичь вот таких результатов. Ну, по факту. Да, вот здесь есть дополнительная информация. Ну что, друзья, дайте обратную связь, пожалуйста, как вам контент, все ли понравилось, есть ли какие-то вопросы. Будем потихоньку заканчивать. Давайте я еще открою фигму. Ссылочку на полезные материалы я скинул. Что здесь осталось? Ну, в принципе, конвертер, запомните, PDF, TUSMIC, я скину туда ссылочку, тоже добавлю. Вот. Успели мы все-таки сделать, быстренько накидать первый экран, что у нас получилось, красивые букеты. Так, один из вариантов. И такая супер-супер простая визитка. Здесь может быть еще... Ну да, вот все-таки вот в левой части чего-то не хватает, но у нас просто времени больше нету все это продумывать. Основные моменты мы пробежались. Теперь время за малым продолжать обучаться и зарабатывать на этом деньги. Самая приятная часть. Давайте, жду обратную связь и пойду себе заваривать вкусный травяной чаек с чем-нибудь сладеньким. Елизавета, все понравилось. Спасибо, спасибо. Мне важна очень ваша обратная связь. От души сладкий мне еще понравилось. Уже нашел, кому визитки делать. Ха-ха, прикольно. Веб-дизайн – прикольная профессия, интересная, творческая, вам не нужно уметь рисовать. То есть, есть определенные правила, есть определенный контекст, в котором вы работаете. Просто учите А, Б, Ц, Д и выполняете. Потрясающе. Так, ссылка будет на вебинар. Да, вам на почту придет. Наталья, спасибо. Мне было полезно. Отличный плагин. Буду пользоваться. Так, круто. Дорого. Заплатил и замотивировался. В том числе, да, то есть, если вы хотите очень быстро продвинуться по жизни, вам нужны очень хорошие условия. И у нас, если вы не слышали, то есть, центры в мозге, которые отвечают за деньги, они же связаны с центрами боли. То есть, когда мы расстаемся с деньгами, там, тратим, у нас часто возникают такие близкие к болевым ощущениям. Поэтому многие, там, скупердяйничают, жадничают, откладывают в кубышку, никуда не тратят. Это нормально, то есть, это биологично. И когда мы за что-то платим, мы вынуждаем наш мозг вырабатывать кучу энергии, чтобы окупилась. Жабы душат, понимаете? Заплатил, надо действовать, надо делать. Это круто. Так, очень понравилось. Благодарю, был интерес. Спасибо большое. Спасибо, друзья, за обратную связь. Вот. Ну что, тогда я вам пожелаю... Их, на самом деле, много крутых плагинов, но сегодня такие базовые затронули. Я вам пожелаю успехов на вашем пути, чтобы те, кто хотел бы на этом зарабатывать, вы дошли до финальной точки, то есть, либо устроились куда-то. На начале лучше все-таки, наверное, пойти в дизайн-студию, поработать новичком, джуниором, там, неважно, там, за 20, 30, 40 тысяч, пару-тройку месяцев набраться опыта, поверить в себя, и уже потом идти на фриланс, если вам так хочется. Или удаленно работать на какую-то студию. Тоже прикольно. Вот. Если долго мучиться, что-нибудь получится, это неизбежно. То есть, будете чем-то заниматься долгое время, придете к результату. Ну, а я вас жду в нашей Академии ТОП. Посмотрите, там есть другие курсы, может вам что-то понравится. Вам спасибо за то, что досмотрели до конца. Очень рад был с вами провести это время. И на этом я откланиваюсь в красивом реверансе. Всем, друзья, хорошего настроения, хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.